Всем доброго дня! Продолжаю собирать шов, вот. Ну и что я тут сделал? Все это я поставил вот на такую платформу, вот просто из фанеры. Фанера здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, 23 миллиметра толщиной. Вот, на фанеру поставил, прикрутил, первый вал уже к основанию, ну и дальше что надо сделать для ножа. Для ножа, для крепления я вырезал вот такие вот, вот такие вот квадратики из текстолита, таким образом, чтобы нож шел как можно ближе, не как можно, а точно достаточно по центру. Ну, естественно, без подкладок пока не обошлось, подложил уже пока, регулировал тут немного, вот, хотя еще не очень-то добился правды, но уже кое-что, кое-чего добился. Вот, дальше. Что касается самого ножа, я вырезал из этого ножа, вот только ручка осталась, и еще кусок, да, вырезал с этого ножа вот такой вот нож. Взял нож от ручного рубанка, вот, вырезал у него направляющие, чтобы можно было нож ближе дальше, и прикрутил его болтами. Ну, все это флексой подработал, чтобы, не флексой, а болгаркой подработал, чтобы можно было его крутить, и прикрутил его на двух болтах к этой же направляющей. Вот, что еще тут я забыл сделать, надо вот эти вот спилить концы, это я сейчас вот и сделаю. Вот, ну, в принципе, что при сборке? Ну, ставится, конечно, второй вал, только наоборот. Конечно же, второй вал ставим наверх, вот, здесь болты для ножа, нож туда вот таким вот образом будет вставляться, плюс он еще имеет немного возможности для регулировки. Нож обычно, как я делаю, я делаю его вот до упора, а потом чуть-чуть на миллиметр обратно. Это так, ну, обычно так срабатывает. Вот, дальше, конечно же, нужно пружины на эти болты, вот, ну и гайки желательно такие, чтобы можно было легко и быстро регулировать. Вот, на пружину наверх еще шайба. Вот, пружины эти 15 миллиметров диаметром, вот, и 5, по-моему, 5 сантиметров длиной. Купил я их в магазине, правда, не так уж дешево стоит, за 4 пружины отдал почти по еврику, наверное, каждая, вот, но других пружин я не нашел, таких, чтобы подходили. Хотя, в первой моей версии шов были пружины из ручного фрезера, но они достаточно жесткие. Вот, эти пружины немножко помягче, я думаю, как нельзя будет лучше, подойдут под шов. Вот такая вот система пока получилась. Ну, что я сейчас сделаю? Сейчас обрежу эти вот болты, болгаркой, чтобы они мне не мешались. Вот, вот эти вот болты обрежу, это не слишком-слишком уж длинные. Вот, и поставлю шов, попробую уже что-нибудь с него, с него сделать. Вот, ну, включусь уже, когда обрежу болты, поставлю нож. Ну, немного, немного о размерах. Нож у меня получился, ну, сколько получилось. Вот, шириной он получился 40, ну, с одной стороны 40 миллиметров, с другой стороны 38. Немножко кривовато. Но главное, чтобы он вот выходил довольно ровно из этой пластины. Вот. Вся эта пластина у меня будет, да, 120, ну, 129 миллиметров показывает. Ну, где-то так. Ну, у меня еще прорези. Вот. Ну, и как это все устанавливать? Устанавливается это вот таким вот образом. Вот. Далее. Далее, 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 далее. Возьму две шайбочки. Вот. Таким вот образом. Здесь вот у меня по низу еще есть подкладочки. Насколько я уже пробовал тут что-то регулировать. Вот. Ну, и вот сейчас будем пробовать его запустить, так сказать. Вот. Вот. Вот таким вот образом прикручивается нож. Ну, и там вот, как видно, одна пластиночка. С одной стороны пластиночка, с другой стороны шайба. Поскольку вырезать их, ну, тут надо десятые доли миллиметра. Выдать, сделать все это точно у меня как-то сразу не получилось. Вот. Ну, и сейчас посмотрим... Нет, что-то тут немножко... 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 Немножко обратно. Надо сделать так, чтобы он ни в коем случае не зацепал валы. А вот сейчас... Сейчас будет довольно неплохо. Вот таким вот образом прикручу нож. Поскольку нож тонкий, он очень хорошо влезает между валами. Все хорошо. Так, ну что, сейчас поставлю... Поставлю ему ручку. В ручку я сюда шайбу врезал. Вот единственное такое... Небольшое совершенствование. Вот. Ручка просто на гайке. Вот, крутится хорошо. Ну, и сейчас попробую уже... Прикручу его куда-нибудь там на угол стола. Поставлю камеру поближе, чтобы было видно. Вот. И попробую, как это будет работать. Ну вот. Поставил я, прикрутил его просто на угол стола двумя шурупами. Вот. Ну и попробую сейчас прогнать какую-нибудь шинку. Ну, в данном случае у меня вот соковая шинка. Обыкновенная, с американки гигантской. Вот. Это примерно где-то, я думаю, на четверку ленту. Вот. Ну и для начала прогоню ее посередине. О, толстое ушло. Ну и попробуем сразу конечную. Ну вот. Первая ленточка с этого шова. Практически. Вот. Сейчас посмотрим на ее толщину. Ой, это что вообще такое? А? Обнулить надо. Так. Ну и посмотрим на ее толщину. Вот. 0,83 уже добился. Вот. 0,81 даже. Не ставим. Ну вот такая вот получилась ленточка. Я думаю, для плетения корзин это уже достаточно. Ну и для узелка просто останется ее прогнать. Ну, не знаю, может быть. Ну, попробую сейчас поменьше ленточку прогнать за один проход. Ну, за один проход не очень хорошо получается. Ну, тут еще, может быть, надо будет поработать над регулировкой ножа. А так вполне отлично идет. Вот. Вот. Регулировкой ножа я еще обязательно поработаю. Возможно, этот ножичек надо еще, может быть, чуть получше подточить. Как троечка лента тоненькая, которая троечка, идет сразу за один проход. Не надо ничего с ней делать. Ну, если взять, например, четверочку, то она пройдет. Что-то там еще, конечно, косяков еще есть. Ну, уже вполне рабочая версия. И ленточка мне даже нравится. Ну, сразу узелок ее, конечно, нельзя. Но я пока еще не видел ни одного шов, который сделал сразу узелок ее. Ну, вот, миллиметровая лента, 0,8 даже местами, уже выходит хорошо. Вот. Ну, и... Что самое интересное, это, что троечка лента, которая у меня больше всего, и чтобы ее два раза не прогонять, она ее вот... Берет сразу за один проход. Что тоже, тоже достаточно, достаточно немаловажно. Ну, вот здесь 0,77 даже. Как-то немножко неодинаковый размер. Быть может, надо немножко подрегулировать ближе, ближе ножичек. Вот. Ну, а так, в принципе... Вот что надо сделать еще, конечно, это направляющий, чтобы не держать его руками, иначе он может выскакивать с одной ступеньки на другую, что не очень приятно. Как бы, вручную его достаточно хуже удержать. Вот. Ну, вот такая, вот такой вот получился шов. Еще раз покажу поближе. Вот там ступенчатый вал и так далее. Ну, и ножичек. Вот как стоит... Как стоит у меня... У меня ножичек. Вот таким вот образом он и стоит. Вот. Прикрученный двумя болтами на шесть. Вот. Единственная проблема составила, что эти... Эта пластинка у меня от ручного фугана. Она довольно тоже прочная. Вот. И была проблема их просверлить. Вот. Что верхнюю часть от ножа, что эту. Но я очень довольно неплохо справился на очень маленьких оборотах. Ну, медленно, но уверенно. Победитовым сверлом, тем самым, которым сверлят, ну, стенки кирпичные. Вот. Или каменные. Вот. Очень неплохо получилось ее просверлить на шесть миллиметров. Вот. И таким образом я установил на пластину нож. Зачем нужна эта пластина? Затем, что этот нож достаточно тонкий. Он может изгибаться. Вот. Поэтому снизу надо бы ему что-то усиливающее. Ну, вот таким вот образом у меня получилось что-то такое усиливающее. Вот. Ну, что дальше? Дальше я, конечно, на нем поработаю. Погоняю ленту обязательно. Вот. У меня очень много соковой ленты. Вот. Я думал, что пару тысяч погоняю. Вот. Дальше. Обязательно сюда поставлю, обязательно в эти, поставлю направляющие, чтобы не надо было эту ленту удерживать всю дорогу. Ну, и обязательно сделаю защиту для шестерен. Ну, немного с другого ракурса покажу. А то тут пока я стол тресся, немножко видео тоже протряслось. Покажу. Ну, отсюда, например, тоже троечка лента. Ну, и вот за один проход с лозинки троечку он сделал. Очень даже запросто. Смазал ручку. Не скрипит теперь. Вот. Ну, думаю, что вполне достаточно такая рабочая версия уже получилась. Ну, конечно, в процессе работы может что-нибудь вылезти. Об этом расскажу уже позже, когда поработаю побольше, прогоню какую-то тысячу лент. Вот. Ну, пока, 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 все нормально. Вот, даже 0,50, 0,60. Вот она как-то получилась еще пока не вся по длине одинаковая. Вот, 0,8, от 0,8 до 0,6. Вот таким вот образом он и работает. Естественно, крутить шов гораздо легче, чем тянуть через нож. К тому же, крутится очень легко, как тройка лента, вообще без всяких усилий. Очень, очень неплохая получилась конструкция. Вот, нашел еще пошире ленту. Одну шинку. Не ленту, а шинку. Попробуем пошире, как она пойдет. Сначала по центру, а потом сразу. Вот, четверочка лента вполне-вполне такая хорошая будет. Вот. Ну, и... Да, 0,84. Вполне приличная толщина. Я думаю, что при плетении корзин уже достаточно может и тонковато. Вот. Ну, а так троечка идет. Просто супер. За один проход ничего больше не надо. Ну, вот такой вот аппарат пока получился. Вот, что с ним будет дальше, обязательно буду снимать. Ну, вот. Зачем это все надо было? А вот сейчас как раз и посмотрю, сколько раз надо прогнать его сейчас через ручной штоф, чтобы получилась бы лента для... Ну, для узелка, например. Да? Вот, один раз. Ну, я думаю, два раза. Все. Получается лента для узелка. Троечка лента. Вот. На узелок вполне-вполне-вполне-вполне отлично подойдет. Вот. Ну, попробую еще раз. Вот. Опять же, один раз. И второй раз. Все. Лента для узелка есть. То есть, по сути, он делает даже тоньше лента, чем тот, который я показывал. Там три раза надо было гонять. А тут получается один раз. Получается два раза прогнать. Ну, в принципе, подровнять ее только и надо. Вот. Получается отличная, отличная лента для... Ну, для узелкового плетения, например. Очень, даже, неплохо подойдет. Естественно, таким образом гораздо увеличивается скорость обработки материалом. Вот тут я уже по привычке три раза прогнал. Вот. Вот так вполне достаточно. Таким образом, значит, увеличивается, уменьшается время на обработку материала. И с помощью такого шова, когда он снимает практически основную часть лишней древесины с шинки. Ну, вот, конечно же, гораздо легче и удобнее. Крутить намного легче, чем даже вот сейчас ее практически тут чуть-чуть надо подровнять. Вот таким вот образом получилось уже вот три ленточки с этого механического шова с помощью него. Вот. Вот. Ну, когда уже сделаю защиту направляющей и направляющей, прогоню первую тысячу лент. Тогда еще сниму небольшой отчет об этом всем, как это отработало первую тысячу лент. Вот. А пока всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо, конечно, за предыдущий комментарий первой части. Я много чего оттуда подчерпнул. Вот. Ну и до свидания. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok